Хочу объяснить, что мы рассмотрели все вопросы, теперь депутатский запрос Игорь Иванович Варисович, пожалуйста. Спасибо, Геннадий Иванович. Уважаемые друзья, ситуация сложилась весьма неприятная в моем округе. Вот тут вчера утром мне доставили заявление с подписями домов 67, 71, 71А, Б, В, 69, 69, В, 77 и 79, проспекторы-коростроители. Начинается оно словами, просим вас обратить внимание на то, что на кровле дома трактира Виктория, салона, установлена передающая антенна освещения по зону базовой станции мобильной сотовой связи LIFE, компания STELIC. Там 19 передатчиков, и эти антенны находятся от 20 до 100 метров от ближайших окон, на уровне 6-9 этажа. Я знал, что эта история уже где-то дней 5 дней, и я сказал, что господа, пожалуйста, соберите подписи, напишите заявление, и одновременно попытайтесь узнать, есть ли какие-то разрешительные документы на этот объект. Как оказалось, никаких разрешительных документов нет, особенно на расспросы никто не отвечает, и показали только один договор между компанией STELIC и вот этим кафе, салоной. В конце этого заявления написано, что я сейчас исполняю. Уважаемый Игорь Иванович, мы, ваши избиратели, просим вас зачитать наше обращение на свидание очередной сессии Гурсовета, и передать его с подписями лично в руки нашему городскому главе Геннадию Доксичу Кернесу. Я его зачитаю, может, с некоторыми купюрами. Мы возмущены тем, что мощность защищающей антенны, которая очень для здоровья, становилась недопустимо близко к жилым домам. Расстояние назвал. Самое неприятное, что ближайшая детская площадка находится на расстоянии 50-50 метров. В Конституции Украины говорится, что человек, его жизнь и здоровье являются наивысшей социальной ценностью. И статья 50 Конституции дает нам право на безопасность для жизни и здоровья окружающую среду. Однако, сдаётся впечатление, что для компании «Столитка» и хозяев сауны «Трактир Виктория», а также органов СЭС, Конституции и законы Украины не писаны. Более того, вообще мы не узнали, получено ли решение СЭС на работе этой станции, существует ли санитарный паспорт тротехнического объекта, проводилась ли оценка воздействия на окружающую среду и так далее. Как известно, Всемирная организация здравоохранения вынесла проблему защиты населения. Как известно, Всемирная организация здравоохранения вынесла проблему защиты населения от электромагнитного излучения в число наиболее актуальных проблем для человечества. Электромагнитное излучение выделено как один из самых сильных факторов с огромными катастрофическими результатами для генофонда человечества. Наибольший вред они приносят иммунной, нервной, эндокринной половым системам. Ну, короче, хорошо, я выполняю Вашу просьбу. Но теперь я зачитаю кратенько свой краткий запрос. Преамбулу не читаю, она изложена. Вот, а дальше я пишу. Прошу Вас отнести к этому очень грамотному, убедительному заявлению с максимальным вниманием и провести профессиональное расследование очевидного, на мой взгляд, нарушения санитарных норм и правил защиты населения от воздействия излучения. Вызывает недоумение. Обратите на это внимание. Особое внимание. Вызывает тот факт, что адрес здания сауны в точности совпадает с адресом рядом стоящего жилого дома. Тракторостроитель 71. Вероятно, потребуется проверка всей архитектурно-строительной документации от землеотвода до приема в эксплуатацию. Несомненно, уровень излучения этой установки превышает допустимые нормы. Но даже если компания «Столит» удастся сфабриковать экспертизу излучения, и нам заявляют, что передатчик укладывается в предельно допустимые нормы, жители это не успокоят, как они мне сказали. Поэтому эта установка должна быть демонтирована. Игорь Иванович, давайте, пожалуйста, Ваше депутатское обращение. Даю здесь снимки. Довольно 200 подписей. Давай. Уважаемые харьковчане, кто обратился к Ивановичу Воровцу, я обещаю какое-то обращение на мое имя, не только на мое, но и на депутата Воровца. Значит, жители домов 71, 71А, 71Б, 71В, 69, 69А, 67, 77, 79 проспектров для строителей. Я хочу вот сразу попросить этот трактир Виктория, чтобы они самостоятельно демонтировали, значит, установленные излучатели, так как, значит, макарец, проверьте все то, что касается земли, Токун все проверит. Значит, мы обратимся в санитарную службу, делите разрешения. Значит, я могу сразу сказать, что земля, которая была выделена для обслуживания, к примеру, я условно говорю, этого здания, где она располагается, сауна или магазин или любой другой объект, там не написано, что там можно размещать излучатель. Мы на этот счет имеем определенные принципы. Многие излучатели, которые были установлены на объектах коммунальной формы собственности, прошли перетестацию, ряд были просто демонтированы. Поэтому и Дельфан, в том числе, разберитесь, пожалуйста. Но если слышат нас собственники этого здания, может, они его в аренду сдали, может, они не знают, я думаю, что в ближайшее время мы увидим все документы и тогда примем решение. Также хочу вам сказать, что мы, как бы, сессию завершаем в разном. Кто-то хочет выступить? Пожалуйста. Игорь Поддубный. Пока Игорь будет выходить, значит, к выступлению, хочу сказать, что вы мне только что прислали, значит, сообщение, что доску Шевелеву демонтировали. Жизнь не ставим, да. Харьков. Салтарка. Московский район. Ну, здесь вот на крыше бани, сауна, которая расположена между жилыми домами, строится вот такая вот антенна, видимо. Антенна для передающего устройства, быстрее всего мобильной связи. То есть, это в диапазоне СВЧС, сверхвысоких частот. В сантиметровом, по-моему, диапазоне, но это еще нужно посмотреть. То есть, тут наверняка нарушены санитарные нормы. Ну, вот, сейчас пойдем будем спрашивать, что это такое вообще. Почему на территории, на здании сауны, где люди голенькие там загорают, свадьбы празднуют, блин. Между жилыми домами находится, возводится вышка для передающего устройства. И вон там, кстати, человек работает. По-моему, он дядька не пристегнутый. Высотникам, конечно, респект. Где этот дядька? Угу. Может, он сейчас кабель-фидер подключает, для того, чтобы начать излучение. Сегодня у нас 7 сентября. Вот здесь, вот тоже непосредственно в близости от дома, пожалуйста, установлена давно уже бензозаправка, автомобильная заправочная станция АЗС. Это магазин Любава. В настоящий момент расположена там АТБ. Сооружается. То есть, фактически, вот, излучатели смотрят прямо в окна. На уровне 9, 8, 7 этажа. Стоп. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok